Добрый день! На канале Томата Больше Чем Любовь Светлана Чернова. Но сегодня заключительный день зимы 28 февраля. Солнышко уже весеннее. Хотя вчера буйствовала метель, были холода практически до 40 градусов на соседней улице, там овраги. У нас, конечно, выше 35 не было. Ну, а уже выйдешь на улицу и все же пахнет весной. Есть у меня экспериментальная посуда, можно сказать, стаканчик, где у меня растет розовый мед. Я хотела, конечно, его только проверить. Семена взойдут, не взойдут. Зашли, но теперь же пропадать жалко. Тут, естественно, некоторые попозже взошли. Там маленькие есть, даже настоящий листочек только-только проклевывается. У некоторых уже и третий листочек настоящий идет. Ждать уже не буду. Вытянулись уже, которые первые появились. Что я буду с ними делать? Сейчас будем показывать. Теперь перевалку делать сразу большой стаканчик. Вот так букетом не поставишь. Раньше это, конечно, тоже сажали так наши бабушки, наши мамы. Мама говорит, мы сели в ящик. Они, говорят, там запутывали, все росли, там как могли. Семена, конечно, нигде, такие гибриды, несортовые, такие томаты у них не было. Тоже то, что досталось от их родителей, от матерей. Потом уже в моем детстве, я помню, потом делали какой-то парник, в землю вкапывали досочки, сверху рамы клали, те, которые уже весной снимали, домашние рамы. Теперь же у нас все должно быть готово. Теплицы такие большие, карбонатные и другие. И парнички уже такие дореволюционные не делаем. Ну, а метод, он как бы хорошо забытый и старый. Мама говорит, и такие помидоры получались. Вот это вот, мы ниточки, говорит, высаживали. В ящике мы и не знали, говорит, там сколько штук. Слово пикировка вообще не существовало. Или там что-то там, что-либо с ними делать. Сажали и на этом забывали. Ни пикировки, ни... У меня муж говорит, первые годы, когда молодые были, начали возделывать томаты. И он говорит, бабушка что-то рвала. Я говорю, ну вспоминай, что же она рвала. Помидоры вымахали под два метра. Мы не знаем, что с ними делать. Так даже интернета не было. Зайти и посмотреть. А у меня соседи были две бабушки. Я высадила, вот такие томатики. Они надо мной, конечно же, смеялись. Потом мне говорят, слоносины, мы не думали, что у вас тут помидоры. А они-то все знали уже, где окучивать, что сорвать, какой, как посынковать. Но мы не знаем, вырастили очень хорошие томаты. Уродились вот такие. Теперь, конечно же, мы с помидорами где-то услышим. Что-то хочется попробовать новое. Но у нас как бы стандартно. Вот нужно перейдем к делу уже. Это как бы прибаутки-байки все начало. Конечно, тут вот некоторые очень тонкие ниточки. Ниточки. Ну попробуем вытащить. Я, по-моему, даже тут торфяной посадила. И ничего с ним, кажется, не делала. Может и убрала я. Вот корешки, смотрите уже. Вот какие у них корешки. Вот они-то, естественно, переплелись. Я очень сильно не стала тут тоже заливать. Ну вот разрушаю вот этот ком. Можно было, конечно, водичку засунуть. То же самое. Будет столько грязи. Вот будем считать, сколько. Что я буду с ними делать. Тонюсенькие. Ну а корневая система, конечно, очень-очень хорошая. Так. Ну возьмем вот самые маленькие. Возьмем. Дойдем и до центра. Чтобы, конечно, не повредить. Вот тут кину я. Сосчитаю. Вот такая корневая система. Ну, классика жанра, конечно, говорят. Вот этот корешок на одну треть надо прищипывать. Я никогда, ну скажем, мне никогда, лет может 5-6, я даже в видео небольшой ролик, много-много лет уже не прищипываю вот этот корень. Сейчас вот тут уже я землю положила. Конечно, тут он не поместится. Его нужно будет вот так стойкой вот так сажать корешок и присыпывать землей. Почему я не убираю вот этот корешок? Сейчас я вам расскажу. Вот, видите, то же самое. Какая сильная корневая система. Ну вот говорят, это вот, мол, если убираешь одну треть, то уже будет хорошо расти. Я ролик снимала тогда, еще в январе до пикировки дело не доходило. Вот сейчас на деле показываю. Что, почему его надо убирать? В природе ничего просто так не дается. Вот и аппендицит у человека говорили раньше. Надо удалять с рождения. А там, оказывается, все витамины накапливаются, кормят кишечник, аппендицит, вот это отросточек. Тут тоже. Зачем же он этот корешок такой длинный нужен? Пусть остается. Этот корешок как раз, он отвечает за воду. Опять-таки, мнение такое сложилось. Вот, убираешь, там корни образуются. Да, эти корни, те, они очень мощную корневую систему поверхностную образуют. И будут ждать, сидеть, пить, 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 кушать, кушать, кушать. А вот этот корень, он до метра полтора может идти в поисках воды. Если даже вот грунти растут, самые засушливые годы, они вообще без полива могут расти. Любую жару. Они будут искать воду. А вот эти поверхности, если наверху уже нет воды, они искать не могут. Они только ждут. И мы с вами, томатоводы, попадаем в свои же сети, которые мы заложили. То есть, я, конечно, без эксперимента это вот просто так не взяла. Прочитала, мне самой надо проверить. Взяла один и тот же сорт, посадила. Один, значит, был, одну треть убирала, почва такая же. Все-все было так. Но вторая партия была без прищипки. Также, и они, вот та партия, которая с прищипкой, на две практически некоторые, на три недели запаздывали томаты. И отсюда я сделала вывод, зачем же природу нарушать. И вот так я буду его, вот тут тоже. Вот они тонюсенькие, маленький томатик. А посмотрите, какой корешок. Зачем его вот так вот. И они ведь болеют. Пять, шесть, иногда некоторых до десяти дней. Это ведь задерживает все. Вот сейчас я их без всякой такой, без инквизиции, то есть без удаления. Даже те томатики, которые, скажем, вот он какой слабенький, вот. А у него какая корневая же система? Листочка да нету. Их я по две посажу. То есть два маленьких, два больших. Тут у меня вот уже целый пучок. Так, теперь, что я вот, у меня тут перчики стоят. Опять-таки, я их ничего не буду, не ампутировать корешок я не буду. Только перевалка. Вот так вытащу, на более большой стаканчик посажу. Сейчас они у меня по два растут, так по два и будут расти. Перевалка еще рано. Пока корм здесь им хватает, почва хватает. Вот это по этим. У меня большая часть вот они так и стоят. Рассада такая. Вот тут у меня еще букетным способом тоже еще один сорт томатиков есть. Это у меня дикая роза. Тоже уже сорт, скажем, ну срок уже выходил, тоже кинула. Вот самые сильные, вот три они вышли. А вот эти вот, это тот же сорт, вот они выходят. Это уже они, я их и сажать, скорее всего, не буду. Но посмотрю, может для грунта и пойдут. Вот они растут, выйдут. И вот это те же семена тоже посажены. Вот тут четыре взошло, тут два взошло. Вот тут четыре, три. Их тоже вот так не удаляя, я всегда говорю, не надо ампутировать ничего. В природе ничего так просто не дается. Дальше, что я буду? У меня уже томаты для первой теплицы все высеяны. Для второй теплицы я буду сеять первого марта. Как уже и оговаривала, их посажу. Большая часть, все инденты пойдут уже, которые во второй теплице я чуть попозже сею. То есть высаживаю. В первой теплице я уже числах 15-20 по погоде уже высаживаю. Никогда мая не жду. Хотя, говорят, до 1 мая там даже теплицы надо подождать. Высаживаю. Для этого уже у меня они все взошли. Мелька можно томатики посмотреть. Это все для первой теплицы у меня высажено. Они взошли уже. Дальше, теперь, что у меня остается? Значит, посев томатов для второй теплицы и посев томатов для грунта. Для грунта я буду то же самое. Вот такие лоточки возьму. Они у меня вон стоят, уже ждут своего. И буду высаживать. Скажем, у меня запланировано 5 посадить. Кинула. Сюда 3, 3, 6, 6. Сколько я буду планировать грунт высаживать? Посадила. И что буду, да. Вот в один лоточек уже 6 сортов. 4 лоточка, 24 сорта. Все, в 4 лоточках у меня все грунтовые томаты будут стоять. И потом эти грунтовые томаты, вот из этих букетиков, уже высажу в теплицу, в рядочки. Будут они ждать у меня до 1 июня. Но опять по погоде, как получится. Я уже теперь, ну, один давайте уж показать надо. Перейду плавно опять к своим букетикам. Вот возьму, наверное, самый-самый-самый длинный. Длинный. Все хочу. Он самый в середине ведь. Центральный. Потом, конечно, я их полью. Поставлю в тенечек. Если даже без. О! Так. У меня таких... Можно было, конечно, сразу пол-литровый стаканчик. Не стало. Буду букетикам потом. Так. И по кругу вот так уже почву закладываю. У меня все это уже готовы почвы. Сверху потом я кину немножко золы. Опудрю почву. Так. Один только покажу. Земля хоть даже если немножко уплотняем, она все равно будет спускаться. Прямо вот около стволика не надо уплотнять. Только по краям. Так. Эти у меня стаканчики, я покажу, они все с дырками. Вот. Потом я беру второй стаканчик уже без дырок. Этот с дырками и ставлю сюда. Там у меня часть без дырок. Вот. И теперь поливаю. Хорошенько поливаю. Так. Земля потом будет спускаться. Почву буду немножко добавлять. А потом уже сделаю только перевалку. Вот сегодня это так быстренько я посажу. Ничего не повреждается. Ни один корешок. Все, все. Оказывается я сеточку убрала. Я думала не убирала. Даже забыла уже. Вот эти маленькие по два посажу. Вот так они будут. Побольше по одному сядут. Тут у меня поврежденный стаканчик. Землю сюда не надо даже на дно. Вот так посажу. Так. Опять-таки я не говорю, что все так должны делать. Каждая руку сам набивает по-своему. Кто как привык. Я помидоры поливаю неделю один раз. Обильно. Иногда 10 дней один раз получает в теплице. В грунте практически не поливаю. Природа польет, польет. Не польет так. Иногда поливает. Иногда чаще всего конечно поливает. В этом году дождей было. Ой, снега было достаточно. Вот так уплотнеем. И посадим. Будет у меня значит один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стаканчиков. Уже можно сказать. Вот. Я не говорю, что все так должны делать. Но я делаю так. Я не иду на поводу своих томатов. Я доверяюсь ему стержневому корню, который борется за воду. И он ведь не один, он весь мочковатый. Когда осенью начинаешь вытаскивать помидоры, и ведь это не выкопать, они такую глубину уходят. На этом я закругляюсь. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я буду очень рада. Пока. Пока.